Кабинет логопеда. Маленькая Ульяна всего второй раз на занятии. Конечно, трудно пока сказать, насколько видимо уже результаты. Но мама девочки Кристина сделала выбор в пользу логопеда, чтобы ребенок не имел в жизни комплексов, связанных с речевыми дефектами. Когда она начала разговаривать, уже поставилась неправильная буква «Р», ну как-то нам, и мы решили сходить к логопеду. Ну, в общем, у меня тоже были проблемы с детства тоже. Ну вот как-то у нас все пошло. Я думаю, что это очень важно, врач, потому что в будущем дети вырастают, и, возможно, у них там какие-то комплексы начинаются, что они где-то слова неправильно могут говорить, буквы. Поэтому я считаю, что нужно с детства все сделать, врача посещать. А как мамушка реагирует на занятия, потому что она уже второй раз пришла, ей нравится ли? Ну да, у нас она такая, ей все нравится. Скажи, Ульяша, тебе нравится ходить к логопеду? Ага. Все. А вы видите, может быть, какие-то изменения уже? Ну, вы знаете, да, уже пошло что-то, она лучше начала говорить эти слова со своей сложной буквой. Так что я думаю, мы будем ходить, конечно, дальше, чтобы у нас был прогресс, чтобы она хорошо могла договаривать слова, буквы. Логопед – это специалист, обладающий знаниями и навыками в области диагностики и коррекции речевых нарушений. Татьяна Михайлик – учитель-дефектолог Брестской городской детской поликлиники номер 3, стаж работы которой составляет уже 24 года. Скорее всего, это любовь к детям и желание им помочь, потому что многие родители не знают, что делать в данной ситуации, не знают, к кому обратиться, не знают, как поступить. Во-первых, очень интересно, интересно в плане даже самообразования, потому что каждый раз что-то читаешь новое, узнаешь новое, применяешь это в своей работе и видишь результат этого всего, конечно, это колоссально. Чаще всего родители даже не замечают, что у их чат есть какие-то проблемы в разговорной речи. Логопед на диагностике всегда подскажет, на что обратить внимание, сколько потребуется времени на коррекцию и с чем может быть связано определенное нарушение. А результат – всегда радость детей от преодоления проблемы и слова благодарности от довольных родителей. Очень благодарны и родители, и дети, когда у них получается какой-то звук, когда у них какие-то формируются навыки новые, родители иногда прям хлопают в ладоши. И дети, они все понимают, они уже осознанно многие приходят и хотят научиться правильно разговаривать, поэтому, конечно, благодарность в глазах видится. Сегодня приемов и методик коррекции великое множество, и каждому ребенку важно найти свой особенный индивидуальный подход. А профессии логопеда заслуженно занимает сегодня важное место среди социальных профессий, улучшая качество жизни своих пациентов и увеличивая их возможности для личностного и профессионального роста. Какая здесь картинка может быть лишняя? Смотри, в этом слое есть звук «Л»? «Пинал»? «Есть». «Бел»? «Есть». «Есть». «Елка». «Есть». «Стул». «Есть». «Нет». «Ну, значит, какая картинка лишняя?» «Машина». «Правильно». Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.